Мы решение обязательно сейчас привлечем к этому процессу. И про спаминг тоже, и про фоллоуинг. Я думаю, поговорим правильно. Хорошо. Вот здесь слева стоит Кирилл Саринский. Он, между прочим, тоже в твиттере. И, ну, очень приличный. Добрый день. А вообще, на самом деле, самое сложное, что я с ребятами полностью согласен. То есть, вот то, что они сказали, они сказали совершенно правильно. И то, что Юрлица говорит, что он самый популярный корпоративный аккаунт, а сложно не стать самым популярным корпоративным аккаунтом, если у вас, собственно говоря, рейтинг микроблогов. Как еще можно стать самым популярным? По количеству, Коль. Это не по рейтингу. По рейтингу Microsoft. По рейтингу Microsoft, да. Я до сих пор не понимаю, почему. Видимо, потому что у них очень интересные подкасты. Тоже, ну, когда закрытый блог, закрытый рейтинг не очень понятно. На самом деле, что очень хочется сказать. Что такое Twitter? Почему? Вообще, для чего мы сейчас говорим о корпоративных аккаунтах в Twitter. На самом деле, вот, кто здесь представляет корпорации? А, замечательно. Гигантское количество. А кто бы хотел поработать в качестве ведущего Twitter аккаунта для корпорации? И получать за это хорошие деньги. Мягко говоря, больше. Здесь, пожалуйста, вы знаете, сколько платят за ведение Twitter аккаунта? Поздравляю копейки, товарищи, призывашки. За что? За призвук платят больше денег раз. Гениально. Но Twitter аккаунты, поскольку их можно ввести 15, 20, 30, 50, то это получится уже неплохо. Да, на две бутылки пилов хватит. На две бутылки пилов хватит. Мне особенно... Так все-таки, если мы говорим, почему интересен Twitter корпорации, на самом деле он интересен именно с точки зрения формирования комьюнити. То есть...